Тема сохранения исторической части городов Абхазии актуальна не один год. Много лет ставится вопрос отсутствия юридического документа, определяющего красные линии застройки, правила возведения инженерных коммуникаций. Неравнодушные граждане продолжают поднимать проблему сохранения культурной среды, самобытности архитектуры, рассуждать на тему того, каким должно быть наше общественное пространство. Из-за отсутствия градостроительного кодекса, без которого невозможно проектирование генерального плана, хаотично застраивается не только столица Абхазии, но и другие города. Центр Сухума из-за строительства многоэтажек рискует превратиться в спальный район, а это появление автомобильных пробок и низкая туристическая привлекательность. Абхазия Хагба – одна из тех, кто регулярно поднимает в своем творчестве проблему сохранения исторической среды города. Мне кажется, это большая ошибка превращать центр Сухума в спальный район. Конечно, в Сухуме, опять же, повторюсь, здесь всегда жили люди, здесь и живут люди, у нас здесь есть квартирные дома, но эти здания уже объект национального, исторического и городского наследия. И когда тот Сухум строился, это было одно, другое время, и в принципе время диктует. Но сегодня, когда мы живем по правилам сегодняшнего времени, застраивать центральную часть Сухума жилыми домами, мне кажется, это немножко, ну, я очень мягко выражусь, это странно. Люди, которые приезжают сюда к нам в гости, путешественники, туристы, которые с удовольствием готовы проводить здесь время, они не будут изучать наши застройки и спальные районы. Они хотят изучать наш старый город и нашу культуру. В принципе, мы о себе можем говорить только через призму нашей культуры. Мадина Бигвава, активист группы «Наш город» говорит, что если и дальше сохранится тенденция строительства в черте города высоток, транспортного коллапса не избежать. Еще немного, и случатся необратимые процессы. Я могу привести пример, который, может быть, станет очень выразительным и будет понятно, о каких угрозах я говорю, ну, в данном случае я говорю. Уже высятся многоэтажные строения новые, в которых не заложены, например, места, парковочные места. Понятно, что вот эта большая махина, 9 этажей, 8 этажей, которые, как известно, практически везде куплены квартиры, это семьи как минимум из трех человек, то есть это, скорее всего, минимум две машины. Сюда будет коллапс. Вот еще немного, и случится настоящий коллапс. На такой улице, как Когония, узкой, это не большая федеральная трасса, это узкая городская улочка. И просто случится коллапс. Это сейчас я говорю только о коммунальных рисках, про эстетику, и про это вот даже не хочется говорить, потому что уже столько проговорено, столько сказано. Я говорю о рисках, которые будут мешать жизнедеятельности нашего города. Есть исключения, слава богу, счастливые исключения, но это единичное исключение, когда осознанный застройщик сам регулирует эти вопросы, понимает, что нужны, допустим, те же места для автомобилей, но это глупо возлагать эти обязанности на застройщика. Эти вещи должны регулировать государственные структуры. Старый Сухум был спланирован очень комфортно. Его градостроительной единицей был квартал. Со всех сторон огорожены общественные территории, а внутри него пространство для жителей домов. Микрорайонная застройка началась в позднесоветский период, говорит архитектор Беслан-Богателия. Однако опыт показал, это было исторической ошибкой. Все потому, что изменение планировки города стало одной из причин хаотичности застройки и увеличения в центре зон для автомобилей в ущерб пешеходных пространств. Мы можем разделять его на какие-то исторические периоды. Допустим, дореволюционный период Российской империи. Здесь развивалась одна архитектура уже с приходом раннесоветского периода. Вы знаете, тот же сталинский ампир. Это большие улицы, широкие улицы, тротуары, зеленые зоны, архитектура такая модерновая. Далее мы исторически можем перейти на микрорайонную застройку. Это уже позднесоветский период, когда в период индустриализации начинается активная застройка. На чистом поле разбрасывают просто дома, пятиэтажные, девятиэтажные, типовые дома, чтобы быстренько заселить людей. Это тоже историческая ошибка. Это историческая ошибка, потому что город не должен был так развиваться. Мы начинали с квартальной застройки, идеальное строение города, а перешли к микрорайонной застройке. Ошибки микрорайонной застройки привели к тому, что сегодня мы делаем еще более большие ошибки. То есть это все не просто так. Если бы у нас и с самого начала не было никаких потрясений в плане развития города, то есть мы развивались бы по принципу квартальной периметральной застройки, которая была еще в начале 20-х годов, в начале 20-го века. Сегодня у нас не было бы проблем. То есть я считаю, что именно сломал вот этот позднесоветский период, сломал наше развитие городов. Вот эта микрорайонная застройка, которая была внедрена, которую внедрились в квартальную, она сломала структуру города и пошло хаотичное строительство. Мы опираться должны как раз-таки на квартальную застройку. Мы должны понимать, что приоритет в городе – это пешеход. Пешеход – это все, абсолютно все жители и гости. Это и пожилые люди, и молодые люди, это и люди, и дети, это и люди с ограниченными возможностями. Но в позднесоветский период акцент был на автомобилистах. То есть мы говорили о том, что побольше парковочных мест, побольше, пошире дороги, что и сейчас я множество раз слышу. Но это ошибочный подход. Сейчас нужно полностью пересматривать эти подходы и опираться на опыт западных стран. У них нет проблем с пробками, у них нет проблем со здоровьем населения, потому что развитие города – это развитие общественных пространств. Это не развитие улиц автомобильных, а это здоровье населения. Мы должны смотреть с оптимизмом. У нас есть общедоступная набережная, где проводят время, могут и жители, и гости. Этого в некоторых городах соседней большой страны тоже, можно сказать, нет. И мы должны развивать общественные пространства. У меня картинная галерея, которая никак не превратится в картинную галерею. Можно было бы изучать историю Сухума также через призму работ, которые находятся в фонде, хранятся, и изучать, как наш город менялся. В худшую сторону, в лучшую сторону. Это же тоже интересно, потому что каждый художник, он проявлял то время, в котором он жил, и писал о том времени, в котором он жил, так же, как и писатели описывали Сухум, которые приезжали сюда. И когда ты читаешь то, какое описание они оставляют, хочется, чтобы это так же и сохранилось, что это утопающий в зелени город. Город не может застыть в исторически обозначенных архитектурных формах. В нем должны появляться современные здания, органично вписывающиеся в старую среду, говорят специалисты. Вопрос в качестве вновь возводимых сооружений. Мы можем не зацикливаться на каком-то определенном стиле. Не нужно это делать. Должны появляться современные здания, очень современные. Последнее время я склоняюсь к тому, что можно поддерживать классицистическую традицию, то есть отсылающие нас к нашему прошлому. Должны быть определенные объемы, качество архитектуры, места застройки. Если это высотное строительство, то это, конечно, за пределами самого центра. Но даже в центре можно допускать какие-то большие высоты. Понимаете, это все должно быть настолько точечно. Такой индивидуальный подход к каждому объекту, к каждому новому строительству. Объем Сухума, даже объем нашей республики позволяет применять вот такой точечный подход, очень индивидуальный каждому строительству. Ну вот в пределах какой зоны можно, допустим, допускать высот? Вы знаете, сейчас вроде как разрабатываю, разработки регламент высотности, и даже обратились к нам, к нашей группе Харахакалек с просьбой помочь им с определением высотности. То есть этот процесс идет. И опять же, если даже говорить о центре, я не могу вам сейчас сказать, вот такая высотность везде. Это очень индивидуальный подход, очень точечный подход. Есть места, где категорически нельзя. Я даже не буду озвучивать, потому что вы все знаете, какой тяжелый период борьбы мы прошли, который, собственно, ничем не закончился, несмотря на такую горячую поддержку общественности. Историю с постановлением горсобрания вы тоже наверняка знаете. Но сейчас вроде как в разработке регламент. Инициируется он, насколько я знаю, самым высокой властью нашей. Очень надеюсь, что это реальность, и он будет реализован, этот регламент, в ближайшее время. Можно, конечно, ссылаться на объективные причины, на проблемы молодого государства, на то, что мы проходили сложное время, все еще проходим его. Но чем больше я окунаюсь в эту проблему, мы, не только я, а люди, которых волнует эта тема, тем больше приходим к выводу, что это не вопрос каких-то такого рода проблем. Это просто отказ от необходимых требований, от регулирования этими процессами, от органов, которые должны этим заниматься. У нас нет стандартов, у нас нет законов. Поэтому ты сейчас даже требовать от того, чтобы кто-то нес ответственность на основании чего, очень сложно. А переходить на личные вкусы, это неправильно с одной стороны. И говорить о том, что там не нравится или не нравится. Город – это не об этом. Город – это образование, культура, медицина. Это инфраструктура, чтобы человек мог с дома выехать до работы, успеть на работу. Ему приятно работалось в этой зоне. Мы придем к тому, что сейчас застройщик застраивает центр Сухума. Со временем, через несколько лет, на самом деле, здесь будет неудобно жить. Мне кажется, мы приведем к тому, что даже и не захотят покупать здесь квартиры, потому что они захотят уехать в тихий район и жить там. По-моему, эта тенденция уже есть. Да, потому что очень часто мы приведем к тому, что именно местные граждане будут уходить за пределы центра, а иностранные граждане будут жить в центре. Архитектура – это как бы тоже вид искусства. Если, допустим, вы слушаете музыку, вы слушаете музыку ту, которая вам нравится. Или если вы делаете ремонт у себя в доме, вы делаете так, как вам нравится. Тут уже дело вкусовщины. Но если мы говорим об архитектуре города, и этим должны заниматься специалисты, профессионалы, которые разбираются в том, как должны быть выглядеть города. В данном случае не все понимают этого. Допустим, застройщик, он для себя может решить, как ему кажется, для себя может решить, какая должна быть архитектура, конкретно его строения. Допустим, один застройщик делает в одном стиле, одного направления стилистика, рядом застройщик уже другой, абсолютно не понимает эту архитектуру и делает то, как он видит. Соответственно, они решают, каким должен быть облик. Это никак не регламентируется правительством, законами, его никак не ограничивают. Поэтому такие же специалисты, как я, должны решать то, какой должен быть облик у городов. А вы должны с этим смириться. Потому как, если вы, как застройщик, начнете строить, по-вашему, это будет не курятник, это будет что-то роскошное и подарок для города, я могу с этим не согласиться. В 90-х годах прошлого столетия соседние с нами регионы России начали активно застраиваться. Не всегда это выглядело эстетично и со стилем. Это был плохой опыт. Из-за экономической блокады, послевоенных проблем и отсутствия финансов Абхазии избежало этого периода. В этом смысле повезло, говорит Беслан Багателли. Самый плохой период, можно сказать, мы перепрыгнули. Это 90-е годы. В 90-х годах архитектура ничем не примечательна. Вот активная застройка в 90-х годах была в соседнем городе России. И вы примерно понимаете, какие это материалы, какие это фасады, какие это цвета вообще, в принципе. Это вот с приходом каких-то новых технологий, уже более быстро возводимых. Застройщики пытались поскорее, побольше освоить территорию и застроить все это. У нас не было возможности, и нам повезло. То есть мы сильно не застроили, вот в 90-х годах сильно не застроили. Хотя мы можем сказать, что где-то локально есть такая архитектура. Это конкретно архитектура рядом с рынком, с Ухумским рынком. По улице Ардзенба промежуток в вот этот вот кусок напротив рынка можно отнести вот к этому периоду. Это самая плохая архитектура. Хорошо, что ее не применили здесь, в центре города. У нас есть хорошие примеры соседних государств, где они допустили ошибку, и мы можем это видеть. И я думаю, что если опросить жителей этих городов, они скажут то же самое и посоветуют нам, жителям Сухума, чтобы мы были осторожными. Потому что сейчас так не хочется обижать жителей других городов, но в общем у них большие проблемы. Одна из центральных улиц в Сухуме Пушкина из любимых Беслана-Богателя. В этой локации сосредоточены разные архитектурные стили, по ней можно учить историю города. Мы должны уметь читать архитектуру городов. Когда прогуливаетесь по улицам, допустим, одна из моих любимых улиц это улица Пушкина. Она короткая, но в ней множество периодов архитектурных. Получается, там и чистый конструктивизм, начиная от ботанического сада, то же строение, которое на территории ботанического сада. Далее идет у нас рядом тот же Сталинский ампир. У нас и дореволюционная постройка, и та же филармония, и суперсовременное здание. И ниже тоже у нас парковая зона. Это одна из лучших улиц. Улица Пушкина. Дальше у нас и 10-я школа. Но там по этой улице можно прям читать архитектуру нашего города. И поэтому мы можем, прогуливаясь по этой улице, также и по каким-то еще улицам Сухума, читать архитектуру, понимая периоды. Фасады многоквартирных домов столицы, которые формируют облик улиц и площадей, до сих пор в удручающем состоянии. Им необходима реконструкция. Старая архитектура советского периода, если мы ее сохраняем, то мы должны сохранять ее в том виде, в каком она создавалась. Очень серьезными архитекторами. Надо просто обновлять штукатурку. У нас есть примеры, когда их облицевали пластиком жуткие, этот пластик сыпется, вы, наверное, знаете, на въезде, вот там вот пару этих высоток в свое время облицевали, ну, оно и тогда было ужасно, а сейчас вообще это настолько уже не соответствует требованиям эстетическим. Ну, я просто не понимаю, что это действительно большие бюджетные объемы, но это необходимо. Хотя бы действительно вдоль центральных трасс надо привести в надлежащий вид. Балконы надо привести в надлежащий вид. Это чудовищно. Мы так привыкли к этой разрухе, что уже не замечаем. Но если столкнуться с людьми, которые впервые заедут, туристами, с людьми, которые свежим взглядом смотрят на то, что когда заезжают в Сухум, я даже боюсь представить, какой они шок испытывают. Если в Сухуме споры разгораются вокруг допустимости строительства высоток в прибрежной зоне, то в Гагрии из-за хаотичности застройок торговых точек и гостиниц. Да, простит меня этот прекрасный город. Даже если мы опустим вопрос эстетики, что для меня лично на самом деле является первостепенным, но уже нет душевных сил это проговаривать. Но там катастрофа коммунальная, просто катастрофа. И последние ливни, которые случились летом, не катастрофические на самом деле. Это не была такая природная катастрофа какая-то. Это был вполне стандартный для субтропиков период. А случилась катастрофа. В Литзаве вы, наверное, знаете, что произошло. И эта катастрофа связана исключительно с тем, что бездумно, без соблюдения вообще элементарных правил строятся гостиницы, маленькие, побольше, безобразные чаще всего. Между тем, Беслан-Багателия на любые изменения в городах Абхазии предлагает смотреть через призму исторических событий, определивших их облик и архитектурные стили. Я смотрю это как на исторические события, как на историю. Исторически так сложилось. Представьте себе, через какое-то время следующее поколение будет рассуждать об архитектуре Сухуми. Они будут говорить про дореволюционный период, будут показывать конкретные строения, будут говорить про то, как развивался город, про советскую архитектуру, про позднесоветскую, вот уже ту ошибку, о которой я говорил, микрорайонную застройку. И про наш период они будут говорить. А вот уже после развала Советского Союза, когда Абхазия сказала, что будет развиваться сама, без какого-то вмешательства соседних стран, у нас город развивался таким вот образом. Это история. И они скажут, что сейчас у нас есть градостроительный кодекс, есть план градостроительного развития, и он правильный по принципу развития общественных пространств. И поэтому мы все эти ошибки пережили и идем дальше. То есть я вижу только со сменой поколения развития. А в Сухуми как с общественными пространствами, с рекреационными зонами? Ну, опять-таки, мы можем сказать, как мы отказались от тех же парковок прямо на площади у порта. Это относительно недавний отрезок, можно сказать. То есть у нас, по сути, была парковка, где сейчас у нас большая площадь с фонтаном. И также мы вместе, я вот представлял инициативную группу, где мы небольшую корректировку в развитии вот этого промежутка набережной сделали. Отказались от бордюра, мы опустили как бы на один уровень и набережную расширили. Если вы помните, даже об этом репортажи были и писали об этом. В общем, я за квартальность, периметральная застройка, где первые этажи работают на людей, где вы прогуливаясь можете зайти в магазин, в кафе, выйти. То есть микрорайонная застройка этого не учитывает. Сегодня застройщику можно только рекомендовать, к примеру, уменьшить этажность. Но бизнесу это делать невыгодно, и он идет выше. Поэтому жесткое регулирование градостроительной политики в части запрета высоких домов в исторической зоне, едино концепции и стилистики без кодекса невозможно. Проект закона градостроительного кодекса для вынесения во второе чтение готов, сказал нам в телефонном интервью глава комитета по экономической политике и реформам парламента Абхазии Резу Зонтария. После парламентских каникул документ будет представлен на ближайшем заседании сессии.